В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Храм в честь иконной Божьей Матери Живоносный Источник. Митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий провел торжественную церемонию. Благоустройство дворов и придомовых территорий. В городской дозор обратились жители дома номер 20 по улице Ушакова. День прощания со школой для выпускников Сарова прозвенел последний звонок. Далее расскажем обо всем подробно. Сарова-24 в студии Марии Рунич. Основание монастыря. Храм построили всего за 50 дней с помощью жителей окрестных деревень. Они же приносили церковные утварь, иконы, книги и колокола. Саровская обитель послужила русской земле своими духовностными станциями. И через эту святую обитель в святах людей созидалась святая Русь. Сегодня монастырь Саровской пустыни известен прежде всего тем, что здесь жил и служил Серафим Саровский. Старец, монах, отшельник, которого знает весь мир. Потому что преподобный Серафим оставил такое наставление, такой силу духа, который помогает каждому протекающему к нему найти свою дорогу к Богу в своем сердце. Вместе с представителем Нижегородского духовенства на богослужении молились прихожане Саровских храмов. Во-первых, меня переполняет радость и счастье то, что здесь восстанавливается исторический облик, во-первых. Во-вторых, то, что наш город наполняется святым духом просто-напросто. Но восстановление монастыря очень важно и как для граждан Сарова, так и для России в целом. То, что восстановление монастыря будет, ну скажем так, привлекать паломников, которых сюда будут пускать. То есть и город приобретет, возможно, такой туристический статус. Точная дата полного восстановления храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» пока неизвестна. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Детскую площадку запланили одуванчики, крапива и разросшиеся кустарники. Лавочки покосились, урны сломаны. Жители дома номер 20 по улице Ушакова жалуются, что их двор давно не отвечает элементарным требованиям комфорта и безопасности. С учетом того, что большая часть жильцов – это пенсионеры, то их прогулка по двору порой чревата получением травм. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Галина Ткачук живет на Ушакова 20, всего два года и сразу обратила внимание, что двор совершенно не приспособлен для комфортного отдыха. С учетом того, что в доме в основном живут пенсионеры, средний возраст которых 70 лет, то их выход на улицу становится небезопасным. Но еще желающих выйти на улицу, подышать, пообщаться – это какие-то лавочки, чтобы было удобно сидеть, потому что кружится голова, падают наши пенсионеры. По вопросу замены скамеек и установки урн Галина обращалась в департамент городского хозяйства в апреле прошлого года. В письменном ответе ей порекомендовали стать участником адресной программы по благоустройству, которая формируется ежегодно по заявкам депутатов городской думы. О чем вообще странно было? Я говорю, ну депутат-то мы выбираем не для урн, понимаете? Значит, это что же теперь в городе, чтобы установить урну, нужно запланировать ее за год, а теперь выходит незапланированно. Так за сколько лет нужно запланировать урну поставить, лавочку поставить для наших заслуженных пенсионеров? Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, о проблемах дворовой территории по Ушакова 20 знают и держат ситуацию на контроле. Но в этом году деньги в рамках адресной программы по благоустройству городских территорий были направлены на установку мафов в других дворах округа. А на Ушакова 20 в ближайшее время лавочки будут отремонтированы. Во дворе Ушакова 20 в скамейке есть две штучки. Одну просто покрасит в этом году, одну я дала указание в ближайшее время заберут в ремонт. То есть ее отремонтируют, покрасят и вернут на место. Что касается замены скамеек на более комфортные и удобные сооружения и установки дополнительных урн, то это произойдет при наличии дополнительного финансирования за счет экономии по другим проектам. Мы планируем, если у нас будут какие-то дополнительные средства, например, экономия по торгам, бывает такое, то, понятно, в первую очередь поставим там скамейку, еще одну дополнительную и дополнительные урны. Если нет, тогда на следующий год. Еще одной проблемой была заросшая травой площадка. Пока репортаж готовился к выходу в эфир, сотрудники коммунальных служб траву скосили. А замену песка в песочнице обещали сделать до середины июня. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. В новом учебном году на базе технопарка Саров откроется детский образовательный центр «Кванториум», где школьники смогут бесплатно получить знания в области технического творчества. Сейчас формируется команда проекта и открыты вакансии педагогов, лаборантов и администраторов. К трудоустройству приглашают молодых специалистов с высшим техническим или педагогическим образованием. Презентация проекта пройдет 30 мая в актовом зале третьего лицея. Начало в час дня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дети со следующего учебного года пойдут в первые классы центра образования. Начало в 18 часов. Количество мест в зале ограничено. По этой причине в департаменте образования обратились с просьбой отправлять на собрание по одному родителю от каждой семьи. В воскресенье 2 июня волонтеры из центра «Радость моя» пойдут в Пытминский детский дом. Посильную помощь ребятам могут оказать и горожане. Детский дом испытывает потребность в моющих средствах, разделочных досках, чугунных, сковородках. Полный список того, в чем сейчас нуждаются воспитанники детского дома, опубликован в группе центра «Радость моя» ВКонтакте. Пожертвования с пометкой «Посьма» можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. В Краснодаре завершился чемпионат России по прыжкам на батуте. На двойном мини-трампе выпускник Саровской школы акробатики Михаил Заломин выиграл золото в личном зачете и в составе команды Москвы. Еще один саровчанин Александр Одинцов поднялся на вторую ступень пьедестала в личных соревнованиях. Впервые в Саровском политехническом техникуме имени Бориса Глебовича Музрукова прошла студенческая историческая конференция. Ее участники провели исследования и собрали интересные факты о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Всего на конференции было представлено 11 докладов. О результатах своей работы также рассказали участники поискового отряда, которые принимали участие в раскопах в Нижегородской области. Каски, снаряды, лопаты, котелки и другие предметы быта солдат Красной Армии. Эти экспонаты времен Великой Отечественной войны нашли студенты СПТ в ходе раскопок вахта памяти, которые проходили в Демьянском районе Новгородской области. За три недели участники поискового отряда, в который вошли саровчане, нашли останки 18 военнослужащих, часть из которых уже удалось опознать и торжественно перезахоронить. Сподвигся в интерес. Просто было интересно, что это такое, попробовать себя. Ну и патриотические какие-то мысли, потому что деды воевали как бы не просто так. Евгений Халявин заканчивает первый курс. На предложении поучаствовать в поисковом отряде согласился не раздумывая. Юноше хотелось прикоснуться к истории и отдать дань памяти тем, кто погиб на полях сражений. Евгений рассказывает, что жить приходилось в непростых условиях, а при раскопках следовать четким правилам. Сначала ходим с металлоискателями. Если находим какой-то медальон, либо ложку, либо каску, обкапываем это место 3 на 3 метра и уже потихонечку начинаем собирать. Если находим кости, то сразу все не вытаскиваем, чтобы можно было представить картину, как вообще проходил сам бой, либо как умирает этот человек. Информация о прадедушке Данилы Шутова зафиксирована в книге памяти героев войны Перевозского района Нижегородской области. Много интересных фактов из биографии родственника студент узнал от своей бабушки. Самое, наверное, эмоциональное для меня это. Я узнал, что мой дедушка встретился случайно со своим отцом на войне под Берлином. Историческая конференция, посвященная биографиям участников Великой Отечественной войны, прошла в Саровском политехникуме впервые. Студенты представили 11 докладов. При подготовке к выступлению юноши и девушки на практике изучили все этапы создания исследовательской работы. Они проводили исследовательскую работу, то есть методом интервью родственников, поиском на сайте, в архиве. Узнавали о родственниках своих, не только ветеранах войны и тружников, но и узниках, концлагерей, блокадников, кто попал в блокаду Ленинграда. По итогам конференции лучшие исследовательские работы студентов были отмечены дипломами и памятными подарками. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. День прощания со школой. Для выпускников Сарова прозвенел последний звонок. Совсем скоро юношам и девушкам предстоит вступить во взрослую жизнь. А пока 11-классники дарят цветы и подарки, говорят слава благодарности учителям и строят планы на будущее. На праздники последнего звонка в 17-й школе побывала и наша съемочная группа. Директор школы зачитывает приказ о допуске к итоговой аттестации по программам среднего и общего образования. Решением педагогического совета в июне 26 учеников 11-го А-класса и 25 учеников 11-го Б опишут задание единого государственного экзамена. На этом официальная часть окончена. Впереди поздравления, слова благодарности учителям и творческие подарки от главных героев торжества. Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, дорогие мои выпускники. Я от всей души поздравляю вас сегодня с этим замечательным праздником, с праздником последнего школьного звонка. Как будто еще вчера они были первоклассниками и впервые переступали порог 17-й школы. 11 лет прилетели незаметно. И вот сегодня взрослые, образованные и уверенные в себе юноши и девушки выходят на сцену. Буквально через несколько дней в их жизни наступает новый этап – сдача единого госэкзамена и выбор дальнейшего пути. В какой вуз поступать, уезжать из города или оставаться учиться в родном Сарове? Совсем скоро им придется найти ответы на первые вопросы новой взрослой жизни. Я желаю успехов детям, благодарю родителей и выражаю славу благодарности всему педагогическому коллективу. С праздником вас всех! Последний звонок – праздник для всей школы, администрации, учителя-предметники, педагоги начальных классов. И те, кто сегодня отпускают ребят в большое плавание, классные руководители, в этот день не могут сдержать эмоции. Вот и подошел этот грустный и прощальный праздник. И сегодня все мы, присутствующие в зале, стали старше ровно на целую школьную жизнь. Прощальный вальс, песни о школе, выступления первоклассников и родителей-выпускников, подарки и море цветов для любимых учителей. Последний звонок в 17-й школе получился ярким, торжественным, музыкальным и одновременно уютным и по-домашнему теплым. Таре Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. 27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. Это профессиональный праздник книговедов, библиографов, библиотекарей и всех тех, кто любит книги. Сегодня в России работает более 150 тысяч библиотек. В их работе используются новые информационные технологии и новейшие носители информации, которые делают мир знаний доступным для каждого. На протяжении многих лет читатели считают книгу библиотекаря своими помощниками, воспитателями и наставниками. Свой профессиональный праздник сотрудники библиотеки имени Пушкина проводили вне рабочих стен. Вместе с юными читателями они вышли на улицу, чтобы принять участие во всероссийской акции «Бегущая книга Росатома». Был квест, то есть мы бегали по городу, опять же, интересная форма представлена, что мы не сидим в здании библиотеки, а бегаем и спрашиваем у народа, что они знают. Небольшие вопросы были заданы людям, и опять же, людям было интересно. Никто не ожидает, а мы «хав тут, раз». Ребята спрашивали у горожан, знают ли они, когда родился Александр Сергеевич Пушкин, и просили прочесть его стихи и отрывки из других произведений. За правильный ответ дарили подарок – книгу, театральную раскраску и приглашение на мероприятие в библиотеке. Не только дети, но и взрослые, проходящие мимо, принимали участие в акции. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Для библиотекарей эта акция – возможность привлечь новых читателей, представить библиотеку как место, где можно интересно, весело использовать, для здоровья провести время. А для детей такой интеллектуальный забег – повод узнать что-то необычное и найти новых друзей. Мы не сидим в библиотеке, выходим на улицу, спрашиваем у горожан, участвуем в акции «Бегущая книга Росатома», дарим людям хорошее настроение, веселье. Сейчас библиотекари готовятся к летней кампании. Каждую среду в центральном здании на Герцена 13-я детей и взрослых ждут познавательные программы, игры, викторины, конкурсы и мастер-классы. Откроется летний проект 5 июня игрой-расследованием «Пять шагов к Пушкину», приуроченной к 220-летию со дня рождения русского классика. Для лиц старше 6 лет. Екатерина Пенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok